Двигатель 4.4 дизельный, 339 л.с. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2013 года выпуска. Займемся салоном. Но возраст есть возраст, и хоть машину эксплуатировали аккуратно, чувствовалось в салоне какая-то липкость и недосказанность, вроде кожа-рожа все дела. А шика-блеска нет. Вот и реши сначала химчистку сделать. Над машиной трудились два дня. Вот он теперь красавец, пахнет новой машиной. Добавляем светодиоды в двери. Выбираем новые фары. Простые светодиодные. Светодиодные матричные с подсветкой поворотов. Светодиодные пиксельные с подсветкой поворотов и разнообразными вариантами световых пучков. И вершина. Открывающаяся камера для рейндж-ровер. Знакомая история. Грязь по уши. Даже еле читаемые номера. Особенность этой машины. Видите, камеры-то у нас нет. Где же у нас камера? Вот у нас камера. Чуть позже покажу, как она работает. На улице у нас грязно. Теперь паркуемся на парковочке. Пока еще опытный экземпляр. Чуть-чуть перекрывает видео. Но тем не менее, лучше, чем вообще без камеры. Теперь мы вам покажем игрушку, с откроющейся задней камерой. Включите заднюю передачу, пожалуйста. У нас есть теперь камера. Выключайте заднюю передачу. Еще раз. Выключайте. Еще раз. Выключайте. Вот и мои коробочки пришли. 70% запчастей для рестайлинга рейнджа. Остался капот, пару пластмассок. Первые шаги из рестайла. Поставил фонари, четвертого поставлю насадки. Выхлопные трубы. Снял подножки и брызговики. Подчеркнули округлые бока, даже как то корма стала иначе выглядеть, более стильно, чем с этими куцами-брызговиками и оттопыренной подножкой. Но в уныние повергла техника установки брызговиков. Это прямо дичь какая-то. Дырки. Не отверстия, а именно дырки, просветленные в бампере и передних накладках. Верх технологичности и продуманности. Начинаем стайл. Чем великолепен темно-синий цвет, тем что он отлично сочетается с черным блянцем и подчеркивает строгость и сдержанность автомобиля даже в самых гипертрофированно раздутых обвесах. Вот я выбрал наконец-то будущий стиль автомобиля, синий с черным и изредка хром. Начал с молдингов и жабры. Итак, взял размер побольше 285-40-22, это немного больше рекомендованного размера на несколько миллиметров производителя LandSale. В прошлом году товарищу на X6 брали подобные. Косяк китайцев, они нестабильны в поставках. Примерочки. Как обычно работа лучше идет по ночам, никто не дергает, можно повозиться. И так начали, вкинул бампер, решетку и фары. В принципе, все встает, капот в топку 1000%, но надеюсь, на этой неделе пришлют прототипы блоков для активации фар. Задняя часть финишной работы. Итак, хоть что-то подошло к окончанию, и это стала задняя часть автомобиля. Напомню, что идея была оставить старый бампер на месте. Насадки, конечно же, не захотели вставать на машину. Был разработан кронштейн, создана модель, и в итоге вырезаны кронштейны. Подрезан бампер, хвостики выхлопных труб, и насадки встали на свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И движется все скрипя зубами. Нет, так прост оказался северный олень, но часть функций уже запустили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В стадии проекта сдвигаются, и вот наконец-то вышла в свет передняя юбка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поставили новую заднюю юбку. Особенность этого обвеса, что выхлопные трубы провернули дополнительно на 15 градусов, тем самым раскрыв жерло выхлопных труб. Несколько нюансов в дизайне и другая машина. Сказать, что мы их победили, нечестно, 90% сделано, проделана колоссальная работа, благодаря которой получился рестайлинг. На опытах находилось одновременно порядка пяти автомобилей, что выявило множество неприятных неожиданностей. То, что фар четыре вида, это полбеды, но что модельных годов с измененной архитектурой команд управления еще четыре, никто не ожидал. Также узнали, что такое инженерные фары, фары Бео. И новые фары. Сразу скажу, очень не рекомендую попадать на первые два типа фар. В инженерных фарах могут отсутствовать светодиоды Бео. Это те же инженерные фары, но отремонтированные в Польше. Тут фокусов еще больше, начиная с блоков управления от Sport, которые на Vogue не работают, заканчивая банально сломанными разъемами. Еще радости. Устройство FarLED очень отличается от FarPixel, а лизер по сей день не дается. Пороги последние штрихи. Часть деталей задержалась в малярке, но для наглядности так даже лучше. Работы по обвесу подходят к завершению. Так вот, нижняя часть дверей мне никогда не нравилась на новых ренджах. Странная матовая бесформенная хрень никак не подобает люксовому автомобилю. Все должно быть окрашено и под лаком. Но просто покрасить нижнюю часть как-то не оно. Сама форма плоская и матовость это материал, казнь маляру. Поэтому и было решено разработать накладки для окраски и последующей установки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...